Добрый вечер, в эфире Вести Карачева Черкесия. Глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание по комплексному развитию Черкеска. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия основания Черкеска в 2025 году. Это серьезный повод для мощного рывка в развитии столицы республики. На встрече рассмотрели эту задачу в комплексе. Это и преображение облика Черкеска, благоустройство общегородских пространств, дорог и придомовых территорий и улучшение качества жизни людей. Мэр Черкеска Алексей Баскаев доложил о текущих и запланированных к реализации проектах по развитию города, капремонте школ, городского ДК, детской поликлиники, дворца детского творчества, а также о благоустройстве общественных зон, ремонте дорог и о работе над улучшением работы общественного транспорта. Сенатор Ахмат Салпагаров проинформировал о совместной работе с мэрией по подготовке заявок от региональной столицы для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году Черкеск стал его победителем с проектом реконструкции малого пруда в парке «Зеленый остров». Проект стартует в этом году. На следующий год готовится новая заявка. «Участие в этом конкурсе – это не только благоустроенные общественные пространства, но и рост туристической привлекательности и активности бизнеса, что положительно скажется на экономике города и позволит создать новые рабочие места, в том числе для молодежи», отметил Рашид Темрезов. Лучшие организаторы выборов сегодня получили награды от ЦИК Карачаева-Черкесии. Церемония награждения состоялась в Большом зале Дома правительства. Почетными грамотами, знаками и благодарностями были отмечены 48 организаторов избирательного процесса. Как отметила в своей поздравительной речи председатель избирательной комиссии Лариса Базалиева, главным богатством и гордостью этой системы являются люди, которые уделяют большое количество времени и сил, чтобы на каждом избирательном участке велась слаженная работа и отсутствовали нарушения. Это чувство возраста за комиссией, за людей, которые в комиссии, оно живет в нас постоянно. Я смотрела на камеры, на ваши участки, вот, компанию 23-го года, и ловила себя на мысли, что вот я каждый раз про себя думаю, какая умница, какая комиссия, как они красиво работают, как они с избирателями вежливы, как все четко сделано с точки зрения процедуры. Поэтому вот сегодняшнее мероприятие для меня это еще один способ сказать вам огромное спасибо. Мы понимаем, какая сложная, тяжелая, трудная у вас работа. В редакцию «Вести» обратились жители одного из населенных пунктов Зеленчукского района. Люди обеспокоены судьбой больницы в станице Кардоникской, которая, по их словам, в скором времени может быть закрыта. Ситуацией разбирался наш корреспондент Артур Мхце. Это здание Кардоникской участковой больницы было построено в 1972 году. Рассчитано оно на нужды 7800 станичников. Здесь по мере необходимости также лечатся жители Хасаут-Греческого и Кызыл-Октября. Последние, впрочем, по данным районных медиков, к этой больнице не прикреплены. В августе узнаем, что здание будет сломано, и на его месте построят, вот на этом месте построят здание такое размером 500 квадратных метров, где будет всего лишь 8 койко-мест. Вместо того, что сейчас находится в данный момент, на вчерашний день, вот женщина приходила свою маму проведать, и она говорит, полным-полно больных, 30 человек лежит. У нас на сегодняшний день 11700 человек на обслуживании данной больницы. Узнали о том, что вместо нее хотят построить ФАП, фельдшерский-акушерский пункт. Ну, я так понимаю, после больницы должны построить либо другую больницу, уже на 8 тысяч, вернее, на 11700, либо отремонтировать данную, но с таким условием, чтобы здесь можно было поставить уже не 50 койко, а больше. Немножко поизучали федеральные законы, постановления правительства. Многие документы подняли. Несложные расчеты говорят о том, что здесь должно быть на наше количество населения. Это не я придумал. Это норма Министерства здравоохранения Российской Федерации. Там более 100 коек. При вполне сносно отремонтированной не так давно кровли и вставленных на первом этаже пластиковых окнах, само учреждение выглядит не очень презентабельно. Хотя на восстановление здания вроде бы выделялись какие-то средства, о чём жители напомнили во время схода в Станичном доме культуры, где на обсуждение вынесли будущее медучреждение. По словам главврача Зеленчукской районной больницы Анатолия Величко, ранее капитальный ремонт здесь не проводился. При этом изначально планировалось выполнить работы в 2018 году. Однако в конечном итоге объект внесён в программу на 2024. Будет ли это обновление старого здания или строительство нового, зависит от многих нюансов. Руководитель медучреждения отметил, что ремонт может оказаться неэффективным и экономически нецелесообразным. Как хирургу к вам вопросов нету. Мы знаем, что у вас рука лёгкая. Ну как к управленцу есть? Посмотрите, что там внутри. Какие там койки. Просто полежите на этих койках. Ляжьте. И вот здесь, посмотрите, 70 лет, 80 лет женщины. Как они могут просто на этой кровати, если это можно кроватью назвать, лежать на этом. Когда будет сделан капитальный ремонт, или будет выполнено строительство, будет замена мебели и оборудования. Чуть-чуть уточню. По поводу ремонта может оказаться, что не будет замены мебели и оборудования. При строительстве это будет сделано обязательно. Это ответ на ваш вопрос. То есть, возможно ли что-то поменять. Почему не менялось раньше? Да потому что не за что было. Вопросов у людей накопилось много. Далеко не на все из них нашлись сразу обстоятельные ответы. Я помню больницу в 2008 году. Приехала я сюда в 2001. Здесь было и рентген был, гинекология, акушерия была, детское отделение было, стоматология была. И врачи были те же самые, что сейчас сидят у нас здесь в зале. Почему до такой степени было запущено медицином именно в нашем кардонистском сельском поселении? Любопытно, что собрание станичников проходило в здании, которое значительно старше больницы, но выглядит куда лучше. Во многом из-за своевременно проведённого ремонта. Большинство жителей всё же надеются, что выбор сделают в пользу сохранения постройки, так как боятся остаться без того, что есть сейчас. Хочется верить, что устраивающее всех решение всё же будет найдено. Артур Мухц, Виктория Карпенко, Вести, Корчаево, Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево, Черкесии преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман и гололёд. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 7-12. В горах до 17 градусов мороза, а днём до плюс 6. И местами до минус 5 на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до минус 10, днём до плюс 5. Ночью и утром на дорогах гололедится. Сегодня в МВД по Карачаево-Черкесии состоялась расширенная коллегия по итогам работы ведомства за 2023 год. На совещании были приглашены представители руководства республики, силовых и правоохранительных структур, надзорных органов. Исполняющий обязанности министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии Владимир Нефёдов отметил, что деятельность полиции строилась в тесном взаимодействии с органами законодательной и исполнительной власти региона, местного самоуправления, правоохранительными органами. Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов сказал, что в регионе сохраняется общественная социальная стабильность. В РИО заместителя министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии начальник полиции Курман Бейшаугенов обозначил итоги работы служб аппарата ведомства и территориальных органов. По итогам совещания Владимир Нефёдов поставил перед руководителями подразделений и районных отделов ряд задач. Обозначил сроки и требования к качеству исполнения. По результатам работы в 2023 году лучшим признали отдел МВД России по Малокарачаевскому району. Руководителю подразделения Марату Бачаеву вручили переходящий кубок. Второе и третье место заняли ОМВД России по Сжигутинскому и Прикубанскому районов соответственно. На мероприятие был награжден ряд отличившихся сотрудников и ветеранов ведомства. В 2023 году объем поступивших сообщений о преступлениях и происшествиях снизился на 11% и составил почти 55 тысяч. Массив зарегистрированных преступлений остался практически на прежнем уровне и составил около 4,5 тысяч фактов. В минувшем году раскрыто 2839 преступлений. При этом раскрыто почти 750 тяжких, особо тяжких составов. На системной основе построена работа органов внутренних дел по разобщению организованных групп и преступных сообществ. Сотрудниками полиции выявлено 7 фактов организации и преступного сообщества. Благодаря взаимодействию органов государственной власти, МВД и других правоохранительных структур, а также мудрости и созидательности граждан Карачаева-Черкетской республики, в регионе сохраняется общественная и социальная стабильность. Особую актуальность вопроса обеспечения безопасности приобретает и в период проведения выборов президента Российской Федерации. В этом году мы также проводим выборы в законодательное собрание нашей республики. Также необходимо нам обратить внимание на профилактику и пресечение преступления против личности, нарушение правил дорожного движения, правонарушение в сфере использования IT-технологии, а также экономическую безопасность. Раскрываемость IT-преступлений составила 30%. Это, конечно, мало, но стоит отметить, что наша республика в ходе десятка регионов с наибольшей раскрываемость данного вида преступлений. Учитывая масштаб распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, мерами исключительно организационного и оперативно-ростного характера, добиться кардинального улучшения ситуации невозможно. Необходимо активизировать работу по информированию населения и, в первую очередь, пенсионеров о способах хищения девизов в лес, элементарных мерах защиты от их. Так, во взаимодействии с финансовыми структурами прорабатываем возможности блокировки подразделенных банковских операций, проводимых людьми пожилого возраста, с передачей информации в органы внутренних дел до обвести на обстоятельства их совершения. К концу 2024 года в республике будет построено и отремонтировано шесть сельских домов культуры и две детские школы искусств. Об этом сообщил глава Карачева-Черкесия Рашид Тимрезов. Он подчеркнул, что строительство и обновление культурных учреждений станет возможным благодаря нацпроекту «Культура», который разработан по поручению президента России и успешно реализуется с 2019 года. Так, в текущем году завершится капитальный ремонт домов культуры в Зиюка и Ударном. Будет продолжено строительство новых объектов культуры в Карачаевске и Хабесском районе. На сегодняшний день готовность дома культуры в Домбае на 400 мест составляет почти 50%, а в Малом Зеленчуке ДК на 292 места готов на 89%. Помимо этого будут обновлены еще два дома культуры в Мичуринском и Эркенхалке. Преображение затронут детские школы искусств в Хабезе и в Черкесске. Как отметил Рашид Тимрезов, нацпроект «Культура» создает новые возможности для жителей сельской местности. Только за последний год в Карачаево-Черкесии в целом построили, капитально отремонтировали, оснастили 10 домов культуры и две детские школы искусств. Новые культурные учреждения не только становятся по-настоящему уютным местом для проведения культурных, познавательных и развлекательных мероприятий, но и являются отличной площадкой для творческого развития подрастающего поколения. На базе гимназии номер 4 имени Магомеда Хабичева в Карачаевске прошли общегородские соревнования многоборья среди школьников. Инициаторами мероприятия выступила организация «Движение первых». Ребятам было предложено попробовать свои силы в разнообразных видах спорта – легкоатлетических, игровых. Победителями стали участники из гимназии номер 4 имени Магомеда Хабичева и средней школы номер 3 имени Харона Богатырева. События, приуроченные к месяцу патриотической спортивной обороны массовой работы, под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин